По данным МВД, сейчас уже задержано 77 участников протеста, открыто 24 уголовных производства по статьям «Умышленное убийство», «Организация массовых беспорядков» и «Посягание на жизнь правоохранителей». Ситуацию прокомментирует заместитель начальника Главного следственного управления МВД Олег Татаров. Здравствуйте. И сразу же первый вопрос. Вот информация, которая была о том, что раненых якобы вывезли из больницы на Красном Хуторе, правда ли это? Правда ли, что раненых забирают прямо из больницы? За фактами членных криминальных правопорушений, как на территории Киева, так и в Захидном районе, уже распечатано 47 криминальных проваженцев на умысле убийства и массовые заворушения, что привели до тяжких наслідков и посягания на жизнь правоохранителей правоохранителей, и другие, переважно тяжкие, особо тяжкие злочини. Уже затриманы особи за подозрюючи не злочину, их 67 за ст. 208 КПК Украины. Еще сейчас вирішиваются вопросы по затриманию ряда людей, о которых вы сейчас говорили. Стосовно людей, которые получают телесные ускорения, они все доставляются в лекарню, даже они попадают в правоохранителей, но в случае необходимости надания медицинской помощи, они все спрямовываются до лекарей и ее отримают. Я хочу сказать про 7 осіб, которые отримали телесные ускорения направленности до ПСМП. 5 осіб нині находятся под охороной. Почему под охороной? Потому что это особи, относительно которых выбраны тимчасовые обмежения сроком на 72 години. Но в связи с не рекомендациями лекарей по их состоянию здоровья, мы их не имеем законного права. Какого рода травма у правоохранителей? У правоохранителей травмы, мы говорили, что близко 80 осіб доставлены с вогнепальными поранениями. Это 85, если быть точным. Вогнепальные поранения в разные частины тела. Это и головы, руки, ноги, брюшнины. Триваются операции. Можно сказать, что большинство травм отриманных саморобных оружий – это слепые поранения. Вы видели, мы вчера демонстрировали, сегодня продолжается работа по выявлению вылучения оружия, которую выкидают демонстранты. Итак, ранение и смерть журналистов нам прокомментируется заместитель начальника Главного следственного управления МВД Олег Татаров. Министр внутренних справ неодноразово попереджав месяц тому про возможность деяких радикальных угрупований, знайдення шляхів, винайдення зброї, ее застосування, в том числе и при мирных акциях. Это и результат того. Вчера, знаете, блокировали Головное управление Министерства внутренних прав в МВД Киеве. Декілька сотен активистов в лапках мирно налаштованных. Вони зупиняли автомобили, били, в том числе и эти особи, которые были зафиксированы в главе Киевской милиции. Они зупинили автомобиль, где, на жаль, проезжал в тот час журналіст, они начали бить, наносить тілесные ушкоджения, и смерть настала от застосования огнепальної оружия. Наразі проводятся первопочатки исследований, зареєстрованы криминальные проведения за фактом 115 статтей КК Украины. Еще сказать, от какой оружия он постраждал, не можем. Так, вероятно, есть информация, но более детально дамо ей, я думаю, что уже завтра. Таимность следствия. Таимность, пока что. Дякую вам.